Диктат торговых сетей не должен уничтожить предпринимательскую инициативу. Об этом заявила Ирина Яровая на заседании Совета законодателей. Единоросс подчеркнула, что торговые сети, привыкшие к высокой маржинальной прибыли, придумывают все новые формы оброка для производителей за право разместить их товар на полке. Плата за полку, плата за вход, лжемаркетинговые услуги – это то, что сегодня уже сложно сетям использовать, потому что, во-первых, это запрещено законом, а во-вторых, что это преследуется по закону. Но мы понимали, что сети действительно будут искать новые формы ущемления прав производителей и отечественного производителя. И сегодня наш мониторинг с вами и выводы ФАС показывают, что скидки, которые не включаются в цену, штрафы, которые появились все с Нового года. Мы очень надеемся, что антимонопольная служба не только будет констатировать эти факты, но все-таки хотя бы впервые в историческом современном измерении даст оценку правовую с точки зрения признаков картельного сговора, потому что речь идет о том, что одновременно во всех регионах по отношению ко всем производителям со стороны торговых сетей используют такие новые формы понуждения. Единоросс призвала региональные парламенты включиться в разработку новых мер защиты отечественных производителей. По ее мнению, предложения регионов очень важны для выявления и пресечения новых фактов дискриминации производителей. А обеспечить регулирование торговой деятельности можно только через закон.